Доброе утро, мои дорогие друзья! Немножко накипело, и я хочу с вами поделиться. Дело в том, что есть такие знания, которые называются вселенские. Это бриллианты. А есть люди, которые всю жизнь жили по законам свиней, потребляли в себя мусорную пищу. Не интересовались о том, как устроен мир. Жили в своё удовольствие, ну как животные. И потом вдруг они получают информацию о том, что где-то можно оздоровиться. И эти люди, нахватавшись поверхностных знаний, там где-то что-то услышали, там где-то что-то услышали, не изучив до конца информацию, не обратившись к тому досконально, кто её пропагандирует, а вообще ещё лучше, первоисточнику. Они начинают на себе экспериментировать и утверждают, что методы натуропатии им вредят. Так вот вредит тупость людей, а не методы натуропатии. К сожалению, вот Иисус Христос недаром сказал в Библии, «Не мечеть и бисер перед свиньями». Дело в том, что когда мы погружаемся в методы природного исцеления, мы должны до конца изучить вопрос, очень глубоко, со всех сторон, интеллектуально подойти к этому вопросу. Если человек начинает пробовать там-там-там, и у него пошли какие-то обострения, это значит то, что человек, во-первых, первое, не сделал правильно, второе, у него просто элементарно пошли выводы его загнивших, десятки лет сидевших токсинов в теле. Любое обострение на истинном исцелении, это ваш гной, ваши черви, ваши грибы, грибки, ваше все, все, что гнило в теле и сидело молча, оно наконец-то проснулось. С помощью активизации иммунитета и защитных сил организма организм начал бороться наконец-то спустя 50-60 лет. А вы как хотели, чтобы у вас это все прошло вот так вот легко и просто мороженое поели? А то, что вы десятки лет ели мясо убитых животных, то, что вы десятки лет ели хлеба, торты, пирожки, пирожные, конфеты, жареное, жирное, жирное, жареное, жареное, жирное, вы думали, вы так легко отделаетесь? Нет, вы, конечно, можете не исследовать методом натуральной, истинной медицины, а пойти к врачам и потратить десятки тысяч долларов. И только снимите ваши симптомы и не уберете причины. Второе, ваш страх. Когда вы начинаете оздоравливаться методами природной медицины, знайте одно, у вас будут сильные обострения, будут сильнейшие боли, рвота, понос, все это будет, и это нормально. Люди начинают пугаться и бросают. Когда человек пугается, он ухудшает свои симптомы и может вызвать такие болезни, которых даже у него не было в теле. Страх разрушает все. Страх разрушает потенциал, самый мощный потенциал страх разрушает. И вы разрушаете свою жизнь. Таким образом, человек невежда, это новый тип человека, который существовал испокон веков с рождения Земли, человек невежда, сам себе роет дорогу в могилу. Ни народные, ни методы истинной медицины, ни кто-то другой вам навредил, ни полы, ни пижма, ни гвоздика, а вы сами своим невежеством, не изучивши досконально вопрос и не избавившись, не проработав себя. Поэтому такие программы, как я предлагаю, например, может пройти только один процент. Понимаете? Я это давно понимала. Но процент все-таки невежества меня немножко шокирует. И над такими людьми мы знаем, кто поработал. Это все было изначально продумано, чтобы сделать людей глупыми. А во-вторых, истинные натуропаты за всю жизнь платили за это своей жизнью, потому что, я имею в виду, за истинные натуропаты рано или поздно расплачивались за свои знания жизнью, потому что системе не нужны такие люди. Системе не нужна, правда. Системе нужны глупые люди, слепые люди, которые не хотят ничего знать, которые хотят только наслаждаться, которые хотят угождать своему чреву, угождать своим гениталиям, своему рту. А думающие люди никому не нужны. Поэтому такой все еще большой процент. И мы это видим в мире по ковиду. Для меня всегда была лакмусовая бумажка. Кто одел маску, все. Для меня этот человек становился понятен. Даже не то, что маску, а тот, кто сделал вакцину, для меня такой человек становился понятен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!